Когда мы пришли на русскоговорящее пространство, в России преподавали разнообразные теоретики, которые там взяли технологии Запада и стали адаптировать их в Россию. Мы же, когда мы начинали, мы что увидели? Мы увидели, окей, есть крутые западные технологии, есть российские теоретики, давай начнем все пробовать. И мы начали пробовать одно, второе, третье, пятое, десятое. Ну, как я рассказывал, я делал все самостоятельно, вручную, все делал сам. И что-то работало, что-то не работало, что-то работало лучше, что-то работало хуже. И мы начинали жить в модели запусков. То есть запуск — это Product Launch Formula по Джеффу Уокеру, это западная такая штука. Когда ты записываешь там уроки, у тебя может быть вебинар, у тебя такая вот уроковая воронка, есть там пред-лаунч, есть сам-лаунч. И вот российский рынок, он долгое время, и мы тоже жили вот на модели лаунча, то есть модели запусков. И ты, по сути, на модели запуска, ты как бы, ну, сделал запуск, заработал денежку, потом ты там что-то поделал, у тебя денежка кончилась, ты снова сделал запуск, заработал денежку, потом снова что-то поделал и опять не окончилось. И так, оказывается, живет большинство инфопредпринимателей в мире. У меня была некая фрустрация от этой модели. Мне, во-первых, не нравилась идея о том, что, ну, блин, я как бы, окей, там сделал запуск, заработал денег, но мне не нравится, что деньги кончаются, это неприятное чувство. Потом такое, что, как бы, ну, надо все время работать, то есть ты вроде бы строишь онлайн-бизнес, и такое тебе, там, американцы рассказывают то, что там пассивный доход, автоматизация, все такое, а у тебя нету пассивного дохода. То есть это, ну, история, когда ты работаешь, работаешь, заработал денег, и потом, как бы, ну, ты чуть-чуть там понеработал, и потом тебе опять надо. Потом было очень неудобно, когда ты в путешествиях находишься, и тебе нужно, там, провести вебинар, или, там, у тебя прекрасное место, и я считаю, что у каждого человека должна быть возможность. Вот он хочет, не работает, он хочет, работает, и желательно, чтобы вот желание совпадало с, ну, с возможностью, да, то есть ты хочешь работать, ты работаешь, но главное, чтобы было это желание работать, оно далеко же не у всех, это, конечно, должна, чтобы деятельность, но она приносила какое-то удовольствие, интерес, радость, а если ты хочешь не работать, но система должна быть достаточно автоматизирована, чтобы выдержать те моменты, когда ты не хочешь работать. Особенно бывает, когда ты прилетаешь на какое-то красивое место, ты прилетел в Рио-де-Жанейро, тебе не хочется сидеть дома, тебе хочется подняться на большую гору, где Христос стоит, тебе хочется выходить, посмотреть джунгли, посмотреть разные какие-то парки. Тебе хочется что-то поделать. И потом у тебя, ну, у меня так работает. Вот так вот, синусоиды. Одна волна, тебе хочется что-то поразвлекаться, не хочется ничего делать, потом тебе хочется, например, как-то поработать. Но когда ты живешь в модели запусков, модели лонч или в модели живых вебинаров, тебе постоянно приходится как-то что-то делать. И где-то это некомфортно, потому что это становится связанным с тем, что куда-то поехали твои друзья, ты не можешь это сделать. И дальше возникла такая вот ситуация, что я не хочу этого, я хочу сделать так, чтобы как-то все было автоматизировано. И мы стали автоматизировать вебинары, потом мы стали продюсировать, и на продюсирование уже легче, потому что тебе не надо самому как эксперт выступать, то есть это достаточно прикольная модель. А в нишах, где ты выступаешь как эксперт, потому что я делаю то и то на тот момент, ты можешь себя запаковать так, что ты на обложке, а внутри обучение происходит за счет большого количества кураторов, экспертов, ну как бы людей доводят до результата. И ого, оказалось, что это тоже возможно. Потом дальше были разные ситуации, когда эксперт там выкидывает, ну ты бизнес теряешь, и я понял, что блин, я не хочу бизнес терять, мне вот эта тема не нравится. То есть вот я вкладываю душу, я разрабатываю проект, я делаю воронку, я там на методологии помогаю записать продукт как-то там, ну то есть я включаюсь, я развиваю и так далее, создаю бизнес. И потом в какой-то момент из-за того, что эксперту я, например, перестал нравиться, или он стал более жадный, или там еще что-то, я могу потерять бизнес. Я понял, что ну какая-то это вообще какая-то хреновая история, она мне не нравится. Я стал думать, окей, а как мне сделать и выстроить отношения с экспертом так, или мой проект так, чтобы ну какой-то большой возможности потерять бизнес у меня бы и не было. То есть, окей, у меня могут упасть обороты, у меня могут вырасти обороты, ну не так принципиально, у меня может хуже окупаться трафик, лучше окупаться трафик, но этот проект мой, и я не потеряю его. Вот мне нужно было так. И дальше мы стали отстраивать. Ага, можно делать автобинарные воронки, можно делать там автоуроки, можно делать запаковку продукта, можно делать так, ну более серьезный менеджмент. И начала возникать формула Excel. И она возникала просто от того, что ну задавали себе в нужное время нужный вопрос. То есть, первый был вопрос, окей, а как не жить в России? И стал ответ там. Должна быть онлайн-команда, должен быть онлайн какой-то проект. И для меня не было сомнений, что я не хочу вообще оффлайн-бизнес, ну в России. Ну не стояла прям цель не жить в России, стояла цель не зимовать, чтобы вот не находиться в слякоти, в грязи, в плохой погоде, в холоде. То есть, ну чтобы иметь вот эту возможность. Ну я понял, что окей, где индустрия, где это точно можно сделать, это онлайн-курсы. Классно, все. Значит, я решил, что я точно хочу быть там. Дальше пришло понимание, что окей, блин, эти лончи, постоянно надо работать, постоянно надо что-то делать. И вроде бы ты улетел, и вроде бы не зимуешь, но ты постоянно за компом. То есть, вот классная погода, можно много чего поделать, но ты все время засидишь за компом и работаешь. И я подумал, что блин, какая это вот хрень. И дальше возникла идея автоматизации, потом возникла идея безопасности. И в итоге мы пришли к тому, что мы создали формулу того, как надо правильно выстроить отношения с экспертом, как надо правильно эксперта запаковать. Если ты сам эксперт, как правильно надо себя запаковать, чтобы у тебя была онлайн-школа, которая бы развивалась за счет автоматизации и за счет систематизации. То есть, за счет того, что у тебя есть автобинарная воронка, там у тебя трафик работает каждый день, но в то же самое время эта вся история очень плохо работает, если ее не обслуживают люди. Потому что трафик может вырасти в цене, кабинет может упасть, может упасть сервер, может вообще случиться куча всякой разной хрени, ты можешь попасть в спам, может еще что-то случиться. Люди могут перестать там доходить до твоего автобинара. То есть, ну, постоянный нужен ежедневный контроль. Особенно, когда ты начинаешь вкладывать деньги в рекламу. То есть, ты вкладываешь 20 тысяч рублей в день, ты думаешь, блин, нифига, сколько я вкладываю, 30 тысяч рублей, потом 100. Потом в какой-то момент я вот так вот обнаружил себя, что вообще-то я вкладываю в день там по 500 тысяч рублей. Я такой, думаю, ааа, ни хрена себе, там как это много. То есть, надо больше заниматься менеджментом, чтобы, ну, не дай бог там, ну, не потерять эти деньги. И вот просто за счет большого количества проб и ошибок, за счет большого количества задавания вопросов себе самому и там поиска решений на эти вопросы, мы пришли к той модели, которая есть сейчас. Модель акселератора по большей части это гибридная модель, когда автоматизация бизнеса за счет там автобинарных воронок, за счет там настроенных разнообразных показателей и в то же время систематизация за счет отдела там аналитики, отдела Литгена, отдела продаж, отдела маркетинга, ну, простроенной системной компании. Мы приходим к компании, которые по-настоящему дарят и ощущение свободы, и ощущение безопасности, защищенности, и ощущение, ну, того, что ты делаешь что-то классное, ты помогаешь людям, у тебя есть миссия, тебе интересно утром просыпаться. То есть эти, ну, это все запросы, да, то есть ты поднимаешься на уровень того, что у тебя есть свобода, тебе хочется двигаться, у тебя нет мотивации, когда у тебя есть деньги, у тебя есть свобода, тебе, ну, тебе все равно хочется что-то делать. И ты дальше начинаешь искать там одно, чем бы заниматься, чтобы это тебе еще энергию давало. И онлайн-школы, онлайн-курсы могут дать это все. И это есть определенная формула, которая сложилась в Excel, которую мы нашли методом проб и ошибок, методом тестирования и залезания в разные самые очень неприятные ситуации, потери большого количества денег. И сначала, ну, российский рынок, когда он только начинался, естественно, он выглядел как такой копия американского рынка, американские технологии и так далее. После того, как мы увидели, что, ну, автонарные воронки в лоб, вот как в Америке делают, они не работают, ну, там, без отдела продаж, без правильно отстроенной аналитики, то есть, ну, просто не работают. То есть, да, вот то, что там работает, у нас не работает. Я когда прилетал на французский Mastermind, рассказывал перед лидерами Франции нашу российскую модель, они сидели и записывали, и сейчас там мне очень благодарны и продолжают писать, потому что, ну, то, что мы сделали в России, у них начало работать. Поэтому, чем интересен акселератор для вас, это тем, что мы с помощью больших бюджетов, с помощью большой команды, большого количества разнообразных собственных проектов, проектов друзей и наблюдения за проектами из разных стран, мы выявили те модели, которые, ну, то есть, вот реально сработали. То есть, они-то не какая-то теория, это то, что сработало на практике. И мы также нашли уязвимые места, где эта модель может профокапиться. Когда, например, ты льешь там по 500 тысяч рублей в день, и ты внезапно попадаешь в спам, то эта ситуация может убить твой бизнес. И таких ситуаций достаточно много. Это, наверное, связано там и с уходом ключевых людей в команде, и с кидаловым эксперта, и там, ну, с очень большим количеством разных ситуаций. Что я постарался сделать в Excel, это собрать все эти ситуации, их систематизировать, прописать на эти ситуации решения, инструкции, скрипты, какие-то вот, ну, четко сказать, что вот, дружище, сюда не ходи, вот сюда ходи, да, потому что здесь там снег башка попадет, совсем больно будет, ну, и так далее, да. То есть, понятные вещи для меня сейчас, что делать не надо, которые не очевидны новичку. То есть, это и как выглядит сама по себе воронка, как выглядит систематизация компании, какие вещи делать надо, какие все делать не надо. То есть, ну, вещи, где точно потеряешь деньги, где вещи, где можно сэкономить деньги, вещи, как можно запуститься бесплатно, как правильно обучаться и делать все самому, как правильно потом развивать проект, как сделать так, чтобы проект был таким катящимся шариком. Вот эта модель мне нравится больше всего, когда ты, ну, воспринимаешь твой проект как такой снежный ком. То есть, ты его покатил, и он вот так вот, ну, набирает массу, да, то есть, вот, ну, как снежный шар такой, который катится. И это самое прикольное ощущение когда вот но он катится сам по себе он набирает объем и ты добавляешь какие-то разнообразные вещи улучшаешь отдел продаж что там делаешь отдел маркетинга ты делаешь отдел аналитики у тебя проект начинает потихонечку распухать но у тебя нету такого стресса как в оффлайне когда ты можешь уйти в какие-то адские минусы из-за того что у тебя например рынок изменился или там конкурент рядом где-то появился да то есть окей можно там под сократиться можно потом снова увеличится можно перестроить воронку то есть можно очень много чего делать но есть вот это вот ощущение безопасности поэтому что такое акселератор акселератор это большое количество инструкции шаблонов чек-листов скриптов того как мы это делаем и того где у нас например не получилось того как делаю сейчас уже наши резиденты и мы оттуда уже вытаскиваем большое количество шаблонов это база знаний людей проектов у которых уже получилось чтобы вы не изобретали велосипед и вы могли бы просто экземулировать и посмотреть это база вебинаров это база автоворонок это база исполнителей по отделам продаж это база исполнителей по трафику это база исполнителей там по дизайну по лендам это настроенные уроки как создавать ленды как создавать нам разные другие вещи в онлайн-школе как доводить людей до мастер-класса с наибольшего с наиболее высокой конверсии как продавать на телефоне как продавать через мессенджеры ну то есть все что вот только есть в онлайн-школе мы заскриптовали мы происследовали мы шаблонизировали и сделали это не только на наших проектах сделал еще это и на других проектов и исследовали, как это работает в разных нишах. И также собрали разнообразные другие модели того, как можно запускать онлайн-школу. Это не только автовебинарная модель. Это может быть модель прямых продаж через Instagram. Это может быть модель продаж через чат-боты. Это может быть очень много разнообразных моделей, но их все круто изучать, когда они систематизированы, когда они шаблонизированы, когда есть примеры, когда есть что-то, что ты реально можешь отсмотреть. Тогда получается гораздо-гораздо легче. И, конечно же, акселератор — это сообщество, где ты занимаешься с людьми, которые тоже внедряют то же самое. То есть ты видишь, что у него не получается, у него не получается. Или наоборот, вот этого получается, у этого получается, у этого получается. И у тебя есть как бы и друзья по несчастью, и друзья по счастью. Да, есть с кем поныть, и есть от кого зарядиться, кем вдохновиться. Мы также стараемся помещать на наши мероприятия людей, у которых получилось, устраивать онлайн-встречи с ними, оффлайн-встречи с ними. Так что можно по-настоящему потрогать человека, который не фейк, который настоящий, у которого точно есть результат. Поэтому, с одной стороны, акселератор — это некая формула того, как надо действовать, и описание разнообразных возможностей, где можно профокапиться. Это чек-листы, это шаблоны, это база исполнителей, это очень классное, крутое сообщество, и оффлайновое, и онлайновое. И это огромный поток возможностей для того, чтобы у вас получилось. У меня такого не было. В мире таких проектов я не видел, чтобы вот так вот, ну, по-настоящему подошли серьезно именно вот к исследованию того, а что же может быть именно с целью того, чтобы у вас была вот рабочая системная онлайн-школа, которая не заставляла бы тебя работать, как на работе. То есть чтобы можно было по-настоящему, вот если путешествовать, то по-настоящему быть в путешествии. А потом, когда работаешь, ну, по-настоящему, например, работать, чтобы команда была удаленная, чтобы все работало без собственника. Это не на 100% какой-то пассивный доход. Ты же все равно остаешься в позиции того, что ты собственник систематизированного, автоматизированного бизнеса, да, ты выстраиваешь ключевые показатели и по ним управляешь. Это далеко не каждый там в итоге сможет прийти к этой модели. Но каждый совершенно точно сможет построить небольшую онлайн-школу, которая будет на автоматизации там с пятью людьми и приносить ему там 500-1 миллион рублей там оборота при его затратах несколько часов в неделю. Это реально. Это у людей получается. Это получилось у меня. И это очень прикольно. Это то, что акселератор может помочь вам реализовать. Но вы ответственны за действия, вы ответственны за результат. И мы можем дать вам очень много ресурсов, но вы должны эти ресурсы взять.